Приветствую, леди и джентльмены, меня зовут Слава Грис, я разработчик таких игр, как Фиармониум, Кэтмейс и Reflection of Mine, и это наше полуторное видео в цикле «Не задолбайся». Почему полуторное? Потому что я только после того, как смонтировал и записал второе видео, обнаружил, что часть первого видео потерялась, а вставить это нужно именно сюда. Плюс ко всему, в этом видео будет чуть больше склеек, чем обычно, потому что мой сосед именно сегодня решил делать ремонт. Итак, в предыдущем ролике, который я очень рекомендую посмотреть, мы обсуждали такую вещь, как самодисциплину. Но самодисциплина, она может работать только если у вас есть хотя бы какие-то идеи, абстрактное представление о том, чем вы будете заниматься, как будет выглядеть ваш проект. Если же такого представления нету, нету никаких идей, у вас и не будет никакой деятельности, на которую вам нужно самого себя мотивировать. И перед тем, как перейти непосредственно к теме, я прошу посмотреть вас внимательно вот на эту картинку. Прочитайте, запомните, представьте. А теперь такая просьба, отвлекитесь на секунду, закройте глаза и представьте себе трех животных. Практически на 100% я уверен, что среди этих животных была или корова, или коза. В зависимости от того, с чем у вас сильнее ассоциируется молоко. И это воспринимается всегда, как такой психологический трюк, типа фокуса, в духе «не думайте о белой обезьяне». Хотя на самом деле эта штука очень многое говорит о нашем мышлении. И вообще о том, откуда берутся образы в нашей голове и о том, как мы думаем. Я вам закинул образ молока. По ассоциативной цепочке голова вам выдала образ коровы. То есть, если вы работаете с чем-то, что связано с коровами, зачем-то вам это нужно, то в данном случае такая штука вам поможет. Это демонстрирует то, как работает наше мышление. Другая штука, которая показывает, как работает наше мышление, начинается давным-давно. Где-то в XIII или XIV веке в Германии жил был вот такой барон. Он был весьма брутальным воином, о нем слагали легенды. На одной из битв ему отсекло правую руку, и он ее заменил таким большим стальным механическим протезом, который еще больше ужаса нагонял на врагов. Чуть позже, взяв этот образ из исторических справок, Гетта сделал этого персонажа, этого барона, одним из участников своих произведений. Чем наделил его еще большим характером, сделал из него прям такого сурового воителя. А еще позже появляется вот такой персонаж, который собой представляет брутального воина, сосеченный правой рукой и замененный на стальной протез. И зовут этого персонажа Гатц, а того барона звали барон Гетц. Как так получилось? Является ли это плагиатом? На самом деле нет, не является. Дело в том, что Гетта сделал этого барона Гетца участником массовой культуры. И образ барона Гетца, или схожий с нему, мог кочевать из одного культурного произведения в другое. И рано или поздно попасть на глаза автору манги Берсер. И оперируя теми данными, которые попали ему в голову, непосредственно данными о самом бароне Гетце, или может быть о чем-то, что было вдохновено баронным Гетцем, он создал персонажа по имени Гатц. Помимо этого, он создал огромный интересный средневековый мир, точно так же повлиявший на современную массовую культуру, потому что появился Dark Souls, образы которого были явно придуманы, когда в миксер мышления авторов были закинуты обзорозы из Берсерка. А уж сколько игр и других произведений было создано на основе образов Dark Souls, и сложно перечесть. Является ли это все плагиатом? Нет, конечно, не является, потому что наше мышление работает следующим образом. Все идеи, которые мы генерируем, мы не берем из пустоты. Наш мозг, он способен только как такая большая математическая машина складывать то, что в нем уже имеется. И то, что в этот мозг попадает, те образы, которые мы воспринимаем, те знания, которые мы запоминаем, все это складывается одно с другим, и таким образом появляются какие-то новые идеи, новые произведения. Как пример, когда я работал над Фиармониумом, я достаточно мало сидел в сети, я читал что-то по психологии, я пересмотрел в очередной раз мультфильм Пиноккио, слушал Гост Мэйна и читал страну игр тех времен, когда игры еще были гораздо лучше, чем сейчас. Таким образом, у меня появилась идея сделать игру, где мы играем за фобию в сознании подростка, нарисовать ее в стиле Диснея 30-60-х годов и сопроводить такой мрачной атмосферой и мрачной музыкой в духе Гост Мэйна. Я родил эту идею из миксера тех образов, которые находились у меня в голове в тот момент. А теперь представьте, что вы в свой мозг, в свое сознание закидываете мемасики, какие-нибудь тупые истории с пикабу, бессмысленную переписку в телеге, игру в дотку, это все у вас в голове как бы ятится, и основываясь на этом, ваш мозг пытается родить какую-то идею. Что он родит? Собственно, или ничего, в лучшем случае, или какое-нибудь говно. Потому что та информация, которую вы потребляете, она и используется для того, чтобы генерировать новые идеи. Но почему же тогда даже признание, что информация так сильно влияет на наш мозг и на то, что мы способны создать, так тяжело отказаться от потребления всякого мусорного контента? И потребление, кстати, даже не является отдыхом, потому что когда мы потребляем информацию, наш мозг все равно работает на всю катушку. Это то же самое, что практически генерировать информацию. Листание ленты в ВК или в пикабу — это не отдых, и про это я расскажу уже в следующих видосах. Перед тем, как это объяснить, я хочу спросить, является ли кто-то из моих зрителей городозависимым. То есть зависимым от игровых автоматов наподобие рулетки и всякой такой ерунды. Я очень надеюсь, что нет. Также я надеюсь, что если вы встретите человека, который ни дня не может прожить, чтобы не покрутить рулетку, который будет каждый час бегать, крутить этот автомат, тратить там огромное количество своего времени и своих денег, вы сочтете, что у этого человека есть определенные какие-то проблемы, что он зависим от этого автомата. И будете абсолютно правы. Но зависимость, она появляется не от самого автомата. Зависимость появляется от химических веществ, которые есть у нас в организме, он же не колет автомат в вену. Он зависит не конкретно от автомата, он является дофаминозависимым. Дофамин он такой нерв-медиатор, который еще называют гормоном удовольствия. Хотя правильнее его называть гормон эйфории. И в тот момент, когда он в сотый раз прокрутив рулетку, наконец-то получает три семерки, в него выплескивается огромное количество дофамина, и он получает от этого удовольствие. Мозг запоминает то, что такая деятельность когда-то была награждена дофамином, и постоянно подталкивает теперь этого человека повторять эту деятельность, чтобы снова получить такой же всплеск. Как это касается нас. Дело в том, что зависимость от смартфона, которые являются отличными предоставителями всякой мусорной информации, которая забивает нам голову, в зависимости от компьютеров, она работает по той же самой схеме. Листание ленты ВКонтакте, в Инстаграме или еще где, точно то же самое, что прокручивание рулетки. В 99% случаев мы видим там полное говно. Но наш мозг запомнил, что когда-то мы видели в этой ленте что-то хорошее, что-то, что нам понравилось, что-то, что нас вдохновило. Он это запомнил, и теперь постоянно стимулирует нас воспроизводить эту деятельность. При том, в чем еще заключается интересная ловушка нашего мозга. На тех же самых и город Зависимых когда-то ставили такой эксперимент. Им предоставили автоматы, которые настроены на постоянную победу. То есть, как бы они ни крутили ручку, им постоянно вылазят три семерки. И смотрели, как вообще эти чуваки себя ведут, какие нейромедиаторы у них в голове вырабатываются. И оказалось, что количество дофамина, который вырабатывается при постоянной победе, он гораздо ниже, чем количество дофамина, который вырабатывается после ста неудачных попыток. Таким образом, выяснилось, что чем неожиданнее награда, тем больше радости мы от нее получаем. Печально в этом том, что многие из нас не считают себя зависимыми от постоянного поиска информации и просиживания долгих часов в лентах, во всяких социальных сетях, которые забивают нашу голову и мешают нам здраво мыслить. Хотя исследования говорят вообще об обратном, потому что по исследованиям современный молодой человек, он отвлекается на свой смартфон приблизительно 4 раза в час, то есть раз в 15 минут. Также проводилось исследование, когда молодых современных людей их помещали в их собственную жизнь, в обычную ситуацию и лишали их смартфона на 24 часа. А потом спрашивали их, как им вообще это дело понравилось. Больше 75% респондентов отзывались о таком опыте негативно. Кто-то даже говорил, что у него было ощущение, что ему отсекли руку. Современные люди начинают волноваться, если оказались на улице без смартфона и уже чувствуют себя беспомощными. Хотя на самом деле это ощущение беспомощности вызвано отсутствием подключенности, отсутствием возможности продолжить поисковую активность, которая точно так же работает, как активность ребят, которые крутят ручку в игровых автоматах. У них отобрали игровой автомат, у них нет возможности получить дофамин от того, чтобы выбрать три семерки, они начинают волноваться. Мы же переживаем, что у нас нет возможности прочитать сообщения, которые нам поступили, проверить почту или просто бездумно полистать ленту. Если это независимость, то вам стоит пересмотреть свои взгляды на зависимости. В контексте нашей темы эта зависимость очень плоха в том, что она убивает креативное мышление. Но мне можно возразить двумя способами. Во-первых, если я называю всех подряд дофаминозависимыми, то почему мы зависимы конкретно от смартфона? Потому что дофамин вырабатывается во время других приятных вещей, например, как еда и секс. Но мало кто из нас прям серьезно зависим от еды, имеет какие-то расстройства с питанием или серьезно зависим от секса. Тут дело в том, что во время занятия сексом или во время поглощения еды у нас есть конкретный результат. То есть мы наелись или мы удовлетворились. И по достижению этого результата наш мозг начинает вырабатывать другие нервомедиаторы. Это нервомедиаторы опиоидного типа, которые являются гормонами удовольствия. Это эволюционный процесс, который вынуждал охотников после того, как они там забили, сожрали мамонта, просто какое-то время, пока они сыты, полежать, почесать пузики и понаслаждаться этим состоянием. Потому что после поглощения пищи они были не способны продолжать охоту. Скорее всего, их бы на ней убили. Точно то же самое и с сексом. После занятия сексом какое-то время секса не хочется. Потому что с эволюционной точки зрения он будет не так эффективен. Мужчине нужно какое-то время, чтобы восстановиться, и чтобы его семя снова было прям таким пробивным для того, чтобы завести потомство. В случае же поисковой активности никакого финала у нее нет. Есть только стимул. Есть только стимул что-то листать. И даже когда мы долистаем до чего-то интересного, мы окружены остальными стимулами, там всякими рекомендациями, следующими постами, какими-нибудь ссылочками, которые побуждают нас дальше заниматься поисковой активностью. Если утрировано, то удовольствие делится на два таких этапа. Первый этап – это «я хочу». Прискушение тоже вызывает удовольствие. Собственно, как поисковая активность или открывание почты «я хочу прочитать письмо». Это приносит удовольствие. И состояние «я доволен». И вот в состоянии «я доволен» поисковая активность нас едва ли когда-нибудь заведет. В то очередь, как секс и еда до состояния «я доволен» нас доведут. Я думаю, многие из нас натыкались на такую ситуацию, когда во время активной поисковой активности, простите за социологию, мы наконец-то находили какой-нибудь паблик или какую-нибудь большую статью, в которой 100% информации нам интересна, в которой этой информации много и она вся любопытная. С какой вероятностью вы эту статью, здоровенную там страниц на 10, сразу досчитывали до конца? С какой вероятностью вы в этом паблике пролистывали все посты до конца? С нулевой. Вы, скорее всего, просто подпишетесь, какое-то время полистаете и дальше продолжите поисковую активность, потому что стимул поисковой активности, он остался. И сработала такая же штука, которую я описывал чуть раньше. Паблик, в котором нам все интересно, это все равно, что игровой автомат, который постоянно выдает три семерки. Мы начинаем получать от этого меньше удовольствия. Также в этом процессе, когда мы забиваем на какую-то статью или паблик, который нам интересен на 100%, работает и другой трюк нашего мозга. Проводилось исследование, в котором одну группу студентов ее заставили слушать лекцию, не имея при себе ни тетради, ни смартфонов. То есть без возможности сохранить эту информацию. Другой же группе студентов позволили записывать эту лекцию и после этого спросили вопросы по лекции. И как вы думаете, кто запомнил лекцию лучше? Разумеется, те ребята, у которых не было возможности ее сохранить. Потому что если возможность сохранить какой-то материал, она присутствует, мозг не стремится его запомнить. Потому что зачем? Зачем ему предлагать усилия, когда мы в любой момент к этой информации можем вернуться? И мы обрастаем вкладками, закладками, обрастаем непрочитанными статьями и кучей материалов, потому что у нас есть четкое ощущение, что мы к этому вернемся. А даже когда мы все это читаем, что-то там недопоняли, что-то пропустили, не уверены, что запомнили, ай, пофиг, я к этому вернусь. Проблема тут в том, что вот эти все данные, даже если они кажутся нам полезными, которые мы потребляем, но которые мы не запоминаем, они в наш миксер мышления не попадают, потому что мы их не запомнили. И из-за этого наши новые какие-то идеи, наше мышление, оно будет строиться без отталкивания от этой информации. Потому она будет бесполезной. И зря мы тратили время на ее поиск. Вообще, лично у меня вся эта информация о вреде в соцсеточке постоянной подключенности отлично отложилась в голове, когда я участвовал в своем первом геймджеме. Он шел 7 дней, это был типа предновогодний геймджем, и два дня из них я работал, то есть у меня оставалось 5 дней. Три дня я вкалывал прямо вообще как чертила. Я не спал, не ел, постоянно сидел за компьютером. И я планировал тем же самым заниматься на следующий день. И вот я просыпаюсь с утра, жена уже ушла куда-то по своим делам, я один дома. Я обнаружил, что у меня нет света. То есть я не могу сесть работать. А до этого я очень волновался по поводу того, что я не знаю, как завершить игру, по поводу того, что у меня возникли какие-то баги, какие-то сложности, с которыми мне тяжело справиться. Я планировал их решать. Но вместо этого я остался просто в квартире с выключенным светом. У меня нету смартфона, все мои портативные консоли были разряжены. Я в итоге перемыл всю посуду, а потом просто лежал на полу, ждал, когда свет включится. И после такого вот лежания на полу, когда свет наконец-то дали, я сел и буквально за час я сделал больше, чем сделал за предыдущий день. Потому что мое мышление, оно освободилось от того потока информации, который я его пичкал постоянно. Но не пыталось запомнить мемасики. Я наконец-то освободил ему время для того, чтобы он обработал все мои идеи, которые я сформулировал в первые три дня, пока впахивал, все это структурировал и мне преподнес готовые решения моих багов и моих проблем. Если бы свет не отключали, я был бы не столь эффективен. Но это была такая относительно экстремальная ситуация. Что же делать в наших реалиях? Внутри каждого из нас сидит дикарь, которым я буду называть рефлекторный мозг, про который я расскажу уже в следующем видео. И этот дикарь нас постоянно тыркает, что чувак, проверь почту, проверь ленту, вдруг там сообщение, вдруг там что. Потому что он не любит определенность. Это раз. А во-вторых, он является егорозависимым. Это два. Он помнит, что когда-то он получил удовольствие от прочитанного письма на почте. И теперь постоянно нас стимулирует к тому, чтобы мы наконец-то открыли почту, вдруг там что-то хорошее, чтобы мы крутили эту рулетку. И дофаминная зависимость, она очень схожа с кокаинной зависимостью. А вы знаете, какой самый хороший способ вылечить кокаинного зависимого? Дать ему героин. Тогда он станет героинозависимым. Одна проблема решится. И точно то же самое, только в более положительном ключе, мы будем делать с нашим мышлением. Каким конкретным образом, я объясню уже в следующем видео. Всем спасибо, что досмотрели этот. Надеюсь, не было слышно шума соседа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Я сказал это в первый, может быть, даже в последний раз. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok